Более ста красочных работ, 20 победителей. Конкурс по благоустройству «Создадим красоту вместе» стал первой ласточкой на пути преобразования городского пространства в комфортную и современную среду. Организаторы предложили участникам пофантазировать на тему оригинальной детской площадки, малоархитектурной формы. Всего были заявлены семь номинаций. Не секрет, что благоустройство страдает нехваткой острых и остроумных идей. Дело в том, что сегодня современная тенденция сводится к малым архитектурным формам, которые тактильны. Если раньше мы воспитывались поколения, которым сейчас 30-40 лет и старше, на малых архитектурных формах, которые нельзя было трогать, например, скульптуры, а те, которые можно было, это только в виде лавочек и детских игровых форм. Сегодня скульптуры носят еще интерактивный характер. По ним можно лазить, их можно трогать. Они дают какой-то экскурс, какое-то необычное место и создают какие-то интересные ассоциации. То есть дети развиваются на них гораздо интереснее и быстрее. Таким образом, мы увидели сегодня большой пласт целых тем, которые дети подняли, в общем-то, изобразили. Перед церемонией награждения участники проекта вновь ощутили себя художниками в мастер-классе Одинцовского живописца, сотрудника историко-крывического музея Анатолия Попова. И вот он, волнительный момент. Подарки из рук главы Одинцовского района Андрея Иванова и главного архитектора Кирилла Завражина. Все эти проекты, которые сегодня пройдут к награждению, они будут обязательно реализованы на территории района. За это будет отвечать главный архитектор Кирилл Завражин. Все проекты найдут свою реализацию. Работы конкурсантов оценивались жюри, в состав которого вошли архитекторы, представители администрации и сферы ЖКХ, а также общественники. Среди победителей Татьяна Раевская, предложившая свое решение въездной арке на Можайском шоссе. Конкурсантка заняла второе место. Сели, быстренько нарисовали, все. В конкурсе по благоустройству принимали участие целые семьи. Многодетная мама Жанна Демина отправила несколько работ, которые обязательно пополнит Банк творческих идей Одинцовского района. Дети сами придумывали все рисунки, сами рисовали, воплощали в жизнь. Очень надеялись на победу. Лучший проект детской площадки представила Ксения Алешина. С ним уже поработали дизайнеры и преобразили детский рисунок в полноценную игровую конструкцию. Победу в номинации «Малая архитектурная форма» одержал Данил Бажанов. В категории «Из прошлого в будущее» лучшим была признана въездная арка Владимира Бирюкова. В номинации «Играем вместе» победила Галина Калмыкова. Открытием года стал проект Виталия Андреева и Евгений Амелиной «Дом на Баковке». Самое большое счастье, которое может быть для участников, это, наверное, не победа, а реализация проекта. И сегодня глава района и архитектор сказал, что наш проект будет реализован. Для нас это самое большое достижение, а для Евгении, как для архитектора, это, конечно же, ее труд будет положен в историю Одинцовского муниципального района. Каждый участник конкурса получил сертификат на прохождение мастер-класса ведущих российских дизайнеров. Организаторы обещают, в следующем году творческое состязание станет еще масштабней. Но главное, что проекты-победители должны быть воплощены в жизнь. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».